Екатеринбург готовится принять Великую Святыню – мощи святителя Спиридона Тремифунского. В честь трехлетия образования Екатеринбургской митрополии, состоящей из трех епархий, в столице Урала прибудет десница святителя Спиридона. Встреча мощей состоится 30 сентября в 19 часов в храме на Крови. Мощи пробудут здесь до 14 октября. Святитель Спиридон Тремифунский жил в III-IV веках, не имел книжного образования, но за добродетельную жизнь сподобился от Господа даров чудотворения и прозорливости. Святитель Спиридон был женат, имел детей, а вдове встал епископом города Тремифунта на острове Кипр. Немало чудес сотворил он своей живой верой. Так, однажды во время засухи он молитвой свел с неба дождь. В другой раз по его молитве змея была превращена в золото, которое выручило бедняка. А на Первом Вселенском соборе святитель Простец нашел слова, чтобы обличить ересь образованного Ария, и многих заблуждавшихся обратил к истинной вере. Среди чудес, сотворенных им, даже воскрешение ребенка. Мощи святителя почивают на острове Корфу. Удивительно, но они сохраняют температуру живого человеческого тела. А башмачки, в которые обут святой, часто изнашиваются, что воспринимается верующими людьми как видимый знак, свидетельство того, что он и поныне ходит по миру и помогает страждущим. Совсем скоро помолиться святому и приложиться к его мощам смогут жители Екатеринбурга и гости уральской столицы. 30 сентября в 19 часов Десница, то есть правая рука святого, будет принесена в храм на Крови и пробудет здесь до 14 октября. С греческого острова Корфу на уральскую землю святыню доставит греческая делегация в составе 11 человек. Это духовенство, монашествующие миряне, которую возглавит митрополит Киркирский, Пакских и Диапантийских островов Нектарий. В течение всего периода пребывания святых мощей храм на Крови будет открыт круглосуточно. Молебны святителю Спиридону Тримефонскому будут служиться ежечасно с 11 до 17 и с 19 до 22 часов.